Последние штрихи перед походом. Этот выезд на сторожевых катерах для пограничников, пожалуй, самый значимый. Быстроходные суда повезут ветеранов и их родственников к месту, что и сегодня известно каждому. Федюнинские высоты – традиция, что жива здесь уже более 10 лет подряд. Среди приглашенных гостей – 85-летний Николай Петрович Елисеев. На груди ордена и медали за плечами «Суровые годы войны» и «Тяжелое бремя после разрухи». День Победы отмечает дважды в год – 9 мая, как все. Для него же война окончилась 3 сентября 1945-го. Сначала служил в армии, затем принимал огонь на себя на востоке под Иркутском. Сегодня здесь, на северо-западном участке огромной страны, вспомнит о солдатах, что не вернулись из боя. Ему есть о чем сказать молодому поколению, но просит лишь об одном. Молодым все хочу, пускай не забывает пожилых, пускай цветы приносят на память о опавших солдатах. Это наши личные просьбы ко всем молодым людям, им жить, дожить, чтобы у них всегда солнышко было, светило, не было дождей таких «Суровых». Нынешняя 9 мая отличилась солнечной и теплой погодой, а с реки дует мягкий ветерок. Три катера отчалили от берега с теми, кто решил наведать место героического поступка второй ударной армии под руководством генерала Федюнинского. Здесь вдоль берега Наровы в 44-м и шли жестокие бои. Наши наступали, фашисты не хотели сдавать позиции. Здесь весь берег уцеплен костями. Много очень погибло народу, форсируя реку Нарова. Основное направление движения как раз и было Уснарское, именно то направление, куда мы с вами движемся. Очевидцы рассказывают, Нарва была укреплена настолько сильно, что взять ее советским войскам не удавалось на протяжении полугода. Кингисепк, к примеру, был освобожден 1 февраля 44-го, а Ивангород и Нарву удалось освободить только к 26 июля 44-го года. Здесь, в этих живописных местах, погибло около 40 тысяч солдат. На этом участке, на каждом километре, было практически по полторы-две тысячи солдат немецких. То есть участок был очень укреплен, очень оборонен. Но все-таки, даже несмотря на это, мы показали блестящую победу. Мужеством и стойкостью советских солдат можно только восхищаться. Сегодня, находясь здесь, трудно представить себе, что в воздухе свистят пули, рядом рвутся снаряды, погибают люди. Всего 68 лет разделяют нас от того прошлого, где наши отцы и деды совершали подвиг ради нашего настоящего и будущего. На флаг! Мирно! Флаг! Приспустить! Венок! На воду! Мне кажется, Светлана Круг, Валентин Соколов, Кингисепское телевидение, ЯМ-ТВ.